Павел проповедовал Евангелие язычникам, а Петр трудился главным образом среди иудеев. Но по Божьему провидению им обоим предстояло свидетельствовать о Христе в столице тогдашнего мира и там пролить свою кровь, ставшую семенем, от которого взошла обильная нива святых и мучеников во имя Христа. В то время, когда Павел уже вторично находился в темнице, Петра также арестовали. Власти ненавидели его за то, что он усердно и успешно раскрывал обман и расстраивал интриги некого Симона, колдуна, пришедшего в Рим, чтобы противостоять и воспрепятствовать распространению Евангелия. Нерон верил в магию и покровительствовал Симону. Поэтому он возненавидел апостола и приказал его арестовать. Неприязнь императора к Павлу усилилась после того, как он узнал, что многие его придворные, а также другие весьма знатные вельможи обратились в христианство еще во время первого заключения апостола в тюрьму. Поэтому, арестовав Павла во второй раз, он значительно усилил стражу, почти не оставив ему возможности проповедовать Евангелие. Нерон был полон решимостью убить апостола, как только для этого предоставится удобный случай. Однако на последнем суде слова Павла произвели на него такое сильное впечатление, что он отложил вынесение приговора, не оправдывая и не осуждая апостола. Но это была всего лишь отсрочка. Прошло немного времени, и приговор прозвучал. Павла предали земле, как мученика за дело Христа. Поскольку Павел был римским гражданином, его обезглавили, не подвергая пыткам. Петра же, как иудея и чужеземца, приговорили к бичеванию и распятию на Христе. В преддверии ужасной смерти апостол вспомнил свой великий грех – отречение от Иисуса в час суда. Теперь его мучила единственная мысль о том, что он недостоин этой великой чести – умереть таким же образом, как умер его учитель. Петр искренне раскаялся в своем грехе, и Христос простил его, о чем свидетельствует оказанное Петру высокое доверие пасти овец и агонцев Господня стада. Но сам себя Петр не простил никогда. Даже мысль о предстоящей ужасной казни не уменьшала горечь его печали и покаяния. Он обратился к своим палачам с последней просьбой, чтобы его пригвоздили ко кресту не так, как Христа. Эту просьбу удовлетворили, и великий апостол умил на кресте, распятый вниз головой. Последнее свидетельство Павла. Павла тайно отвели на месте казни. Обеспокоенные его огромным влиянием, палачи боялись, что, наблюдая за мужественной кончиной апостола, многие обратятся в христианство. Лишь немногим было позволено присутствовать при этом. Но даже грубые конвоиры прислушивались к его словам и с узумлением замечали, что он сохраняет бодрость духа и даже радуется перед лицом смерти. Для свидетелей мученической кончины Павла его дух всепрощения по отношению к своим убийцам и до последней минуты непоколебимое доверие Христу стали запахом вживительным на жизнь. Принявшие Спасителя, которого проповедовал Павел, вскоре вслед за ним бесстрашно запечатлели христианскую веру своей кровью. До последнего часа жизнь Павла свидетельствовала об истинности его слов, записанных во Втором Послании Коринфской Церкви. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Его сила таилась не в нем самом, а в присутствии и действии Духа Божьего, наполнявшего его сердце и подчиняющего его все помыслы воли Христа. То, что истинно воплощена была в его жизни, делало его проповедь убедительной и сильной. Пророк говорит, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Небесный мир, покоившийся на лице Павла, побудил многих принять Евангелие. Апостол ожидал славное будущее не с опасениями или с сомнениями, но с радостной надеждой и страстным желанием встречи с Господом. Стоя на месте казни, он видел не сверкающий меч апостола и не зеленую землю, которая вскоре обогрится его кровью, а безмятежное небо летнего дня и престол Всевышнего Вечного Бога. Он сказал, «О Господь, Ты мое утешение и удел мой, когда я обниму Тебя, когда я увижу Тебя глазами своими, когда нас не будет уже разделять тусклая завеса». Через всю свою земную жизнь Павел пронес чистоту небесной атмосферы. Все общавшиеся с ним ощущали на себе благотворное влияние его союза со Христом и общение с небесными ангелами. Он воплощал в себе истину. Непроизвольное, неосознанное влияние святой жизни – самая лучшая проповедь в пользу христианства. Аргументы, даже самые убедительные и неопровержимые, могут вызвать неприятие и сопротивление. Но святой пример скрывает в себе силу, которой невозможно противостоять. Забыв о предстоящих страданиях, апостол думал о тех, кому еще предстоит пережить ненависть, предрассудки и гонения. Немногих христиан, сопровождавших его на место казни, он старался укрепить и ободрить, повторяя им обетования, оставленные Господом. Он заверял их, что все слова Господни, обращенные к его преследуемым детям, в свое время исполнятся. «Тогда они воскреснут и засияют, ибо слава Господня взойдет над ними». Слава Божия явится, и они наденут прекрасные одежды. Некоторое время им придется страдать под натиском всевозможных искушений, жить в лишениях, но они могут утешать и ободрять свои сердца словами. «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Скоро закончится ночь испытаний и страданий, и наступит радостное утро нового, совершенного дня. Вождь нашего спасения приготовил своего служителя к последней великой битве. Искупленный жертвой Христа, отмытый от грехов его кровью и облеченный в его праведность, Павел получил свидетельство, что его душа драгоценна в глазах Искупителя. «Жизнь апостола была сокрыта со Христом в Боге, и он был убежден, что победивший смерть силен воскресить его в онный день. Он положился на обетование Спасителя. Я воскрешу его в последний день». Помыслы и надежды Павла сосредоточились на втором пришествии Господа. Когда палать занес его меч, и над мучеником сгустилась смертная тень, его последняя мысль, которая станет первой при великом пробуждении, устремилась к жизнедателю, которого он будет встречать и который пригласит его разделить блаженную радость искупленных. Прошло уже много веков с того дня, когда престарелый Павел пролил свою кровь за Слово Божие и за свидетельство Христа. Ни одна рука не описала для грядущих поколений последние минуты жизни этого святого, но Богодухновенное Слово сохранило для нас его предсмертное свидетельство. Подобно трубному зову, его голос звучал во все века. Мужество и личный пример Павла вдохновляли тысячи свидетелей Христа и пробуждали во многих сокрушенных горем сердцах отзвук его ликующей радости. «Я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Субтитры создавал DimaTorzok